Всем привет! С вами Вета, я продолжаю играть в Sims 4, и это уже 25-я, если не ошибаюсь, серия моей династии Вильямс. Кокетливый Адам у нас находится на улице. Ой, боже мой! Боже мой, Адам, какой ты всё-таки романтик. Так, я, в общем, отправляю Симов, как обычно, по своим делам. Адам у нас идёт собирать урожай клубнички и идёт создавать мебель на столярном станке. И, боже мой, у нас всего 67 симолеонов. Сейчас я расскажу, почему так, и сейчас, в общем, всё вы увидите. Итак, как я и обещала в прошлой серии, я всё-таки сделала небольшой ремонтик, но, чёрт возьми, этот ремонтик вообще... Николь, нафига ты сломала унитаз? Этот ремонтик вообще получился настолько просто маленьким, что я аж не знаю. То есть, все в основном деньги у нас ушли с вами на хороший холодильник и на хорошую плиту, которую, кстати, Адаму нужно будет улучшить. Также я очень занялась сильно декором, как могла, по крайней мере. В общем, повесила тут вот такую вот красоту замечательную, которая светится в темноте. Там повесила всякие разные штучки, сюда поставила, на стол поставила, повесила шторки. В общем, не знаю, старалась как могла. Ну, детскую, в детской я особо ничего не делала, всё как было. Вот, знаете, буквально пару элементов декора я добавила. Сделала что-то, нечто вроде намёток какой-то такой гостиной. То есть, у нас наконец-то появился диванчик. Наконец-то у нас тут стало как-то попросторнее. Опять же, добавила некоторые элементы декора. Также я и ванной сделала примерно то же самое. Вот, поставила тут что-то на наш компьютерный столик. И, в общем-то, теперь нам снова придётся копить деньги. У нас их осталось крайне мало. Я что-то даже не подумала об этом. Как-то не входило это в мои планы. Ну, да ладно, будем копить деньги. Так, урожай у нас ещё не созрел. Я думаю, Адама нужно будет потом отправить в сад и заняться уже садом. Так, после того, как ты доделаешь мебель, ты пойдёшь починишь унитаз. Сейчас Виолетта наша читает книжку. Так, стоп, нет, Виолетта. Так, Виолетта не может читать книжку, потому что у неё уже прокачан навык изысканной кулинарии. Так что я даже не знаю, что бы ей поделать-то. Сколько у неё времени доработает? Доработает 6 часов, и нужно бы, конечно, ей пойти приготовить еду. Давай ты пойдёшь готовить изысканное блюдо. И приготовь, наверное, я не знаю, салат Цезарь на одну персону. Просто потому, что у нас вообще просто нет денег. И надо срочно что-то с этим делать. У нас кто-то звонит нашей Ванессе. Уже никто не звонит. Ещё самое главное, о чём я забыла сказать. Сейчас давайте уберём книжку. Виолетта там уже орудует ножами, вилками. Тут у нас какие-то лежат штучки тоже прикольные. Я, как и обещала, опять же в прошлой серии, создала клуб. Создала клуб, лидером которого является наша Николь. Так, что мы тут можем взять? Я даже не знаю. Ну давайте, что случилось? Чего ты ругаешься, дорогая? Давайте Ванесса тоже возьмёт поесть. А, Николь грустная, потому что ей не нравится еда. Боже мой, Николь, какая-то всё-таки у нас маленькая привереда. Так, Виолетта у нас пошла развивать танцевальный навык. Но я думаю, Виолетта... Ай, Виолетта не может ничего нарисовать. Боже ж ты мой. Слушайте, срочно надо исправлять ситуацию. Срочно надо Виолетту отправить, собрать урожай. И отправить с ней. Давайте вот здесь порыбачим. Потому что тут уже рыбачит какой-то мужик, молодой персонаж. В общем, Виолеттик, иди лови рыбу, пожалуйста. Не танцуй. В общем, срочно пора зарабатывать деньги. Боже мой, кстати, я совершенно забыла об ещё одном весьма интересном событии. В общем, давайте по порядку. Давайте по порядку. Я создала клуб, лидером которого является Николь. Николь пошла выплакиваться. Ну иди, выплакивайся. В общем, давайте игру поставим на плей. Клуб называется «Маленькие проказники». Почему у нас не убралась тарелка? Говорят вы и Аксель Коннорс. Теперь друзья. Он мне нравится. Ой, эти боже мои сестрёнки обнимаются. Клуб «Маленькие проказники», в который входят все наши детки нашего города. Так, куда бы нам отправить нашу Ванессочку? Так, Ванесса. Ну, давай поделай домашнее задание. Всё равно суббота у нас. В общем, в этом клубе состоят все основные, скажем так, дети. Тут у нас, получается, Николь, Ванесса, Аксель и Ирма. Также мальчик по имени Маркос Рокко. И также там состоит Рассел. Почему там состоит Рассел? Ну, посмотрите, я не знаю. Можно считать, что его пригласила в клуб Ванесса, потому что с Николь у него ужасные отношения. Но Николь, на самом деле, как бы всё ещё не теряет надежды с ним как-то отношения наладить. А он, видимо, так не считает, потому что он задира. В прошлой серии мы ходили с детишками погулять в парк. И там что-то он не особо изъявил желание пойти с нами в парк. Так, 175 миллионов. Вот, хоть какие-то деньги у нас появляются. Так, вот эту картинку, я не помню, где она у нас висит. Она у нас почему-то пропала. Видимо, когда я редактировала домик, она у нас пропала. В общем, Рассел не пришёл с нами на прогулку. И Николь, конечно, очень расстроилась. И вот она, видите, грустная. Будем считать, что она грустная именно от этого. Она, бедняжка, тут плачет. Жаловаться на проблемы. Ну, иди, пожалуйста, на проблемы своей сестрёнке. Попроси у неё совета. А, блин, там было действие. Было действие жаловаться на проблемы. Вот, всё, иди, пожалуйста. Выкидываем тарелочку. Всё, короче, зарабатываем деньги как можем. А, она уже счастливая. Посмотрите, как быстро у неё прошла эта самая грусть. Давайте сфотографируем наших сестрёнок. Как они у нас тут общаются. Ванессочка делает домашнее задание. А Николь жалуется младшей сестрёнке на проблемы. В общем, вот. В этой серии можно, я думаю, будет провести собрание клуба. По крайней мере, попробовать. И я хотела бы ещё устроить домашнюю вечеринку. Просто потому, что нужно выполнять жизненные цели. Опачки. Виолетта поймала рыбу. А Виолетта поймала рыбу. Это просто замечательно. Давайте эту рыбу продадим. Я думаю, клубничку мы тоже продадим. Короче, всё. Продолжаем сколачивать состояние. Кто звонит? Ванны. Николь. Говорят, вы Ивана Савелинск. Боже, что началось-то, блин. Синдикэт нам звонит. Так же я хочу, опять же, Николь исполнить жизненную цель. Я думаю, давайте мы сейчас будем получать внимательность. Так, кстати, какое зелье мы можем создать? Зелье эмоций мы можем создать. Нам, кстати, это нужно по жизненной цели. Так что я думаю, сейчас мы будем всяческими способами зарабатывать Николь внимательность. И когда у неё будет очень много внимательности, мы отправим её делать домашнее задание. Виолетта опять поймала тунца. Так, Адам, пожалуйста. Адам, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Так, вот это разбери на детали, пожалуйста. Мисочку поставь. Поставь миску. Всё, молодец. Нам нужно зарабатывать деньги. Конечно, хотелось бы поулучшать ему... Всякие разные приборы, но он, к сожалению, хочет спать. Поэтому давайте он пойдёт спать. Николь, блин, совсем скоро Николь будет отмечать день рождения. Я не знаю, успеем ли мы выполнить жизненную цель. Так, давайте как-то... Вот мне понравился кадр, который тут Николь... Что тут Николь, блин, творила? Как у неё там всё... Вай! Боже, боже, я опять не сфоткала. Я молодец. Так, Ванесса завершила домашнее задание. Так, и теперь Ванесса, наверное, может пойти полазать по... Так, нет. Полазать по лесенке. Давай, иди поиграй. Иди поиграй на лесенке. Вот она у нас переоделась в свою повседневную одежду. А Николь продолжает что-то творить. Я, кстати, думала, что... Ну, не знаю. Думала, что у нас как-то появится внимательность. Так, опять у нас... Виолетта поймала рыбу. Рыбу-фугу. Давайте всех рыб мы, короче, с вами продаём. Ну, кстати, обратите внимание, у нас уже скоро тысяча. Так, скучная... Понятно. Понятно, скучная книжка. Ну, в общем, ещё пускай Виолеттик половит рыбу и отправится уже спать. Так, Николь, что-то внимательность у нас не получается. Так что давайте тогда... Давайте тогда попробуем создать делье эмоций. Тем более нам нужно это по жизненной цели. У нас осталось два дня на дне рождения. Я, конечно же, хочу выполнить жизненную цель. Синти Мартелес хочет пообедать с нами в ресторане. Но я думаю, Синти нам нужно отказать. Просто потому, что... Why? Боже мой. Просто потому, что нам сейчас не до этого. Поймала Виолетта корюшку. Николь у нас... Фу, Николь, боже. Ванесса у нас танцует. Развивает танцевальный навык. Ванесса, я же отправила тебя на лесенку. Боже, кто у нас звонит нам опять? Говорят, вы и Ванесса Вильямс теперь друзья. Она мне нравится. Я понимаю, что они друзья, но тем не менее. Так, что-то не хочет получать внимательность нашей Николи. Я, кстати, вот не помню, какой нам нужен чай для того, чтобы получить внимательность. Так, у нас безумничает наша Николька. Что она у нас создала? Создала зелье эмоций. Интересно, кстати, если его выпить, то какую эмоцию получит Син? У нас играет на лесенке Ванессочка. Так, у нас есть урожай, но мы, к сожалению, собрать его не можем, потому что мы еще детки. Как всегда, у нас наши взрослые дрыхнут. И, в общем-то, в общем-то, вот, ладно. Вот, кстати, получила внимательность Николь. Давай, иди по-быстренькому сделай домашнее задание. Я очень надеюсь, что... Так, пожалуйста, Ванесса уйди. Я очень надеюсь, что у нас сейчас не перебьет уверенность и внимательность. Да что же ты будешь делать? Пожалуйста, не болтайте, девушки, девочки. Так, еще одну рыбу продаем. 6 миллионов. Боже мой, какой ужас. Так, Виолетте нужно будет еще получить... Получается, вдохновение. Так, короче, ждем пока сделать домашку нашей Николь. И будем, наверное, созывать наш клуб. Так, иди, пожалуйста, поговори с Котей. Почему-то у нее очень плохие отношения с Котей. Так, и смотрим. Николь. Боже что мой, только не говори, пожалуйста, что ты опять... Да блин, что же ты будешь делать-то? Боже мой, будучи внимательной. Блин. Ну все, короче. Мне кажется, не выполним мы жизненную цель. Николь. Ну да ладно, давайте тогда созовем действительно собрание клуба. Давайте так. Начать собрание. Собрание клуба «Маленькие проказники» началось. Члены клуба скоро придут. Так, подождите. Стоп, еще раз. Я хочу еще раз сделать скриншотик, как наша Ванесса обнимает Котю. Давай ты его обнимешь. Кстати, у нас вот как раз-таки это входит в действия клуба. Так что все отлично. Так. Подождите. Давайте. Обнимай Котю. Вот, вот. Просто замечательно. У нас обнимает Котю Ванессочка. И целует, конечно же, нашего любимого котика. И давайте, в общем, сейчас будем участвовать в собрании клуба. Ой, Николь опять внимательная. Да как так? Ты будешь, ты мой. Ладно, где наши участники? Я что-то их не вижу. Вот, бегут, бегут наши ребята дорогие. Значит, бежит у нас Аксель. Вот, бежит, кстати, Рассел. Значит, давай, Ванесса, поприветствуй. Поприветствуй, пожалуйста, Акселя. Искренний комплимент. У нас, кстати, в действие входит, получается, рассказывать анекдоты. Вот, значит, у нас деятельность клуба это играть в игрушки, играть на детской площадке и рассказывать анекдоты. Вот мы и будем этим заниматься. Значит, вот у нас уже качаются на качелях Рассел и качаются на качелях Николь. Казалось бы, между ними все замечательно, все хорошо. Вот даже между ними как-то повышаются отношения. Но не тут-то было. Рассел, Рассел не Рассел, если не будет... Ой, звуки, издаваемые желудком, не сулят ничего хорошего. Подождите, она же не хочет есть. Николешка, что случилось, дорогая? Давай, иди поиграй на лесенке, наверное, да? А Ванесса у нас общается с Акселем. Рассказать анекдот про бананы. Давайте их по скриншотим. Давайте... Так, нет, это Адам. Адам нам не нужен. Давайте говорить про клуб. Давай, Ванесса, спрашивай, тебе Аксель нравится в нашем клубе или как? Скажи, пожалуйста, Аксель. Она будет хвалить лидера. Давайте похвалим нашу сестренку, потому что сестренка у нас лидер. Так, я хочу, кстати, посмотреть. Так, стоп. Нет, 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 нет. Нет, подождите. Я сейчас что-то не то немножко выбрала. Давайте еще раз расскажем анекдот про бананы. Будем получать... Будем получать клубные баллы. Так, своим успехом клуб «Маленькие проказники» обязан нашему потрясающему лидеру запомнить все это имени, Коль Вильямс. О, да. Я хочу выбрать такое очень хорошее действие. Вот, предложить посмотреть на облака. Хочу, чтобы обязательно они его сделали. Спасибо! Не правда! Вот. Конечно же, я забыла рассказать про события, про праздник, который очень скоро у нас уточнется. Адам и Аксель и Николь теперь хорошие друзья. Так, стоп. А почему Аксель и Николь? Николь Вильямс лучше всех, не правда ли? Кстати, у нас игривая наша Ланессочка. Вот, кстати, очень было бы здорово отправить ее посмотреть, поиграть на гимнастическом комплексе. Адам должен приступить... Твою ж дивизию! Виолетта, скорее на работу, боже ж ты мой, 15.00, она уже опаздывает. Виолетта, марш на работу! Давайте пока что я их сфоткаю. Вот я их сфоткаю. Вот такие вот у нас замечательные ребятушки, друзья. В общем, вот так вот они лежат, смотрят на облака. Так, подождите, Адам, я же тебе назначала действие отправиться в отпуск, точнее взять отпуск. Вот, взять отпуск-исполнитель. Пожалуйста, Адам, бери отпуск. Боже, как меня уже задолбало все. Так, Виолетта отправилась на работу. Адам у нас отправляется в туалет, пожалуйста. Иди, используй туалет. Так, что делает Николь? Николь качается на качельках. Ирма и Рассел у нас лазают на этой лесенке. Значит, давайте, ну, представим так, будто бы Николь там, не знаю, ну, пошла там поболтать с этим мальчиком, с Расселом. Опять же, пошла попробовать ему там какие-то... Попробовать какие-то действия к нему поделать дружелюбные. Будем считать, что он, поскольку задира, он... Ну, как-то не особо захотел, опять же, идти сильно контакт. Ну, не знаю, ну, не понравилась она ему, вот и все. Так что давайте сейчас поделаем злые действия. Ну, будем считать, что это делает он, а не она. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Адам берет выходной. Хорошо отдохнуть. Адам, пожалуйста, иди скорее в туалет. И, наверное, после того, как ты сходишь в туалет, ты у нас пойдешь улучшать кухонную технику, наверное. Вот. Ну, они тут машут рукой, приветствуют друг друга. Вот так вот сделаем. Поделаем побольше скриншотов. Вот, Николь кричит на него. Ну, будем считать, что он уже первый на нее накричал. Хотя, по-моему, что-то этот мальчик не особо-то... хочет на нее кричать. Но будем считать, что это все он. Да, такие вот дела. Вот когда не надо, почему-то Николь у нас внимательная. Обратите внимание. Давай, не знаю, испугай его вообще. Там, оскорби его по-всячески. Я хочу, чтобы у них отношения исполнились просто максимально. Во, сейчас будем, короче, драку устраивать. Сейчас, короче, Николь... Николь в свою первую драку вяжется. И вообще посмотрим на это. Значит, что у нас делает Ванесса? Ванесса у нас продолжает общаться с Акселем. Они смотрят на облака. И сходи, не знаю, поиграй вместе на этой лесенке. Детишки у нас тут качаются. Ну что, Николь, ты готова драться, нет? Так, нет, Николь, пожалуйста, на паутинке у нас будет играть только Акселе Ванесса. Ну или Ирма, я не знаю. В общем, все, пошли у нас дети играться. Давайте уж кто-нибудь залезьте, блин, пожалуйста. Ну, Николь, что вы тормозите? Господи, бедный мальчик. Мне его даже жалко. В общем, все, сейчас они нафиг разругаются просто. Кстати, хочу выполнить еще одно действие по отношению к Ирме. Господи, ну все, все, отношения у нас падают, падают и падают. Но мне это нужно. Мне это просто нужно. О-о-о! Все, короче, они дерутся. Все замечательно. Николь Вильям связывается с свою первую драку. Николь узнала, что Рассел задир. Вот, очень даже кстати. Все, короче, смотрят наши друзья на драку. Интересно, кто за кого болеет. Все, короче. Все, короче. Рассел и Николь ненавидят друг друга. Просто посмотрите. Просто посмотрите. Задира, презрение. Боже мой. Все, короче. Их отношения просто ужасные. Так, во-первых, давайте... Я не знаю. Во-первых, давайте мы еще раз накричим на него. И, короче, все. Николь разозлилась. Николь, короче, закончила собрание. Вот. В общем, я думаю, мы сейчас, может, выгоним сразу его из клуба. Наверное. Раз уж он такой сякой. Ну или не знаю. Ну или... Короче, ладно. Выгонять пока его не будем. Давайте закончим собрание. Николь у нас бедная, ошалелая. И вот, короче, она ошалелая пойдет к своему папе. Короче. Вот. Иди как раз таки поделись им секретом. Не знаю. Что можем такое сделать. Давайте посмотрим. Спросить про другого персонажа. Вот. Давайте спросим у Адама, что он думает про Рассела. Кстати, вполне допускаю, что Адам его ни разу не видел. В общем, Николь сейчас пойдет к папе и будет жаловаться на этого вот задиристого мальчика, который ей вообще испортил все настроение. Вот так вот. Давайте посмотрим, что скажет Адам. Рассел и я еще не познакомились. Но вот, Николь, так и скажи ему, что самое время папа тебе сейчас пойти и узнать, что же это за мальчик такой. Давай, иди, пожалуйста, поспи. Короче, поговорила она с Адамом. И, в общем, Адам сейчас, я думаю, отправится в Ньюкрист, где живет семья Рассела. И, в общем-то, узнает, что... в чем вообще дело, что вообще случилось. Значит, Николь у нас идет спать. Николь у нас ошалевшая. И Ванессочка у нас также идет спать. Кстати, забыла совсем назначить Виолетте действия упорно работать. Я хочу заработать ей повышение. Продуктивность у нее так себе. И, блин, к сожалению, просто потому, что в прошлой серии у нас, опять же, мы отправились Адамом на другой участок. И Виолетта у нас вернулась с работы. Поэтому, блин, поэтому, к сожалению, у нас понизилась продуктивность. Слушайте, я даже не знаю, сможет ли Адам отправиться сейчас один в Ньюкрист. Слушайте, ладно, давайте пока что ему дадим задание создавать мебель. Настенное украшение пусть создает. И, в общем, не знаю, может подождать, когда вернется с работы Виолетта. Даже не знаю. Значит, Адам у нас опять кокетливый. И Николь у нас опять не выполнила домашнее задание во внимательном состоянии. Так, получается, нам осталось два дня до взросления. Через два дня будем отмечать день рождения нашей девочки. И, получается, что у нас осталось воскресенье, понедельник. В общем, ей в школу сходить еще один раз. И потом, к сожалению, мы уже не сможем сделать домашку. В общем, ладно, хорошо. У Адама отличное, просто отличное состояние. Давайте, не знаю, назначим ему поудобрять растения. Давайте, что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Вот у нас дофига клубники. Будем удобрять клубникой. И также будем повышать качество наших растений. Давайте их поговорим. Давайте с ними поговорим. Их поизучаем. Будем удобрять все то, что удобряется. И, в общем-то, продолжаем прокачивать наш сад. К сожалению, как-то довольно долго у нас сад развивается. Но, тем не менее. Давайте, короче, с ними разговаривать. Вот, Адам имеет максимальное количество действий в очереди. Но я надеюсь, что он все-таки сможет поухаживать за растениями. Так, что же я еще хотела сделать в этой серии? Значит, собрание клуба мы провели. Конечно, хотелось бы устроить вечеринку. Я думаю, кстати, сейчас пока жена наша не пришла домой. Адам, я думаю, сейчас, наверное, устроит вечеринку. Хотелось, правда, немножко в другом порядке это сделать. Но что уж поделать. Адам идет в сад. Адам идет говорить с растениями. Давай, опять же, поговори с... Это у нас грушевое дерево. И здесь у нас растут две яблоньки. Я думаю, кстати, в скором времени нужно будет переместить наш домик немножечко вперед, чтобы здесь обустроить задний дворик. На то он и задний. Вот. Так же можно будет покопать. В общем, все делать ради того, чтобы зарабатывать деньги. На работу Адам не пойдет. Он, кстати, в отпуске. Так что, я думаю, он за отпуск получит деньги. И мы его уволим со спокойной душой, чтобы нас больше не доставала работа. Куда пошла Ванесса? Боже, Ванесса, зайка. Разбудила чудище наших девочек. Боже мой, что ж такое-то, а? Так, понятно. Ванесса у нас напугана. И, конечно же, Ванесса побежала к папке. А папка у нас работает в саду. Блин, что же делать-то? Не хочу сейчас Адама... Не хочу Адама отвлекать от работы в саду. Ну, в принципе, у них бодрость. В принципе, нормальная. Давай, не знаю, вздремнешь Ванесса. Нет, точнее так. Николь, давайте, вздремнет на диване. А Ванесса... А Ванесса пойдет и поиграет на лесенке. Почему бы нет? Кстати, что у нас по клубным баллам? Пока что у нас 100 клубных баллов. Хотя я думала, если честно, что их будет как-то побольше. Просто потому, что детки у нас все-таки занимались всякими различными действиями. Давай, вздремни, пожалуйста. Николь. Значит, Ванессочка, бедная, напуганная, пошла у нас играть на лесенке. И Адам... Адам у нас изучает кустики свои. Так, удобрять, говорить, говорить. Ну, давай, я думаю, да, ты у нас лучше поудобряешь и поговоришь. А потом ты все-таки, наверное, опрыскаешь это чудище, чтобы девочки могли спокойно... Хотя, знаете, я тут что подумала? Я подумала, что никого мы сейчас не будем опрыскивать. А сейчас купим специальный светильник, который отпугивает этих самых... Два светильника и повесим их над кроватями. Я давно хотела это сделать, но поскольку у нас не было денег, я, к сожалению, не могла его купить. Сейчас давайте поищем. Я примерно помню, как он выглядит. По-моему, он находился в каталоге детская комната. Нет, вот он, в базовой игре. Настенный светильник Каала Боб, защитник детей. Вот, против монстров, которые под кроватью. В общем, купим фиолетовые два светильника. Повесим их сюда. И я надеюсь, что наши девчонки смогут нормально спать. Так, в багаже семьи у нас ничего лишнего. Так, и давайте попробуем отправить их спать. Так, присвоить. Так, стоп. Вы у нас слишком напуганы. Так, а если не Коль? Блин, светильники-то у нас светят, но все равно, к сожалению, нам все-таки нужно опрыскать чудище. Так, давай тогда, Адам, заканчивай работать в саду. Давай ты. Так, давай еще раз, короче. Опрыскаешь одно чудище и опрыскаешь второе чудище. И я думаю, наши девчонки смогут спокойно спать. Так. В общем, качество растений пока не повышается. Но мы будем стараться. И я надеюсь, что когда-нибудь мы сможем построить нормальную теплицу, а не то, что у нас получилось. Вот, Адам зарабатывает 277 миллионов за свой выходной. И у него наличие свободных дней ноль. Поэтому сейчас мы увольняем его с работы. Так, где это у нас действие? Уволиться. Вот, давай, увольняйся. Так, Адам, опрыскивай. Ты опрыскал? Все, отлично. Значит, где у нас чья кровать? Вот. Так, вы уверены, что Адам должен бросить работу? Да, я уверена. Так, Адам бросает работу. А девчонки идут спать. Девчонки наши идут спать. И пусть они отправляются спать. Адам, значит, Адам у нас уволился с работы. И давайте сейчас, наверное, по-быстренькому устроим какую-нибудь тихую посиделочку, тихую вечериночку. Давайте будем считать, что он хочет отпраздновать свое увольнение. И по-быстренькому запланируем маленькое общественное мероприятие дома. Так, значит, вот у нас вечеринки. Значит, у нас отмечены целевые события. И мы с вами выбираем домашнюю вечеринку. Надеюсь, что мы отпразднуем ее на серебро. Так, организатор будет Адам. Значит, гости. Но девчонок мы приглашать не будем, потому что они спят. Значит, пригласим... Блин, вот не знаю, приглашать ли нам вампира. Давайте пригласим Джошуа, Ариану, Герца, Синти. Ирму, конечно же, пригласим. Пригласим Кайли, Ника, Уайта. И, наверное, все. Наверное, больше мы приглашать никого не будем. Просто потому что у нас... Когда много симов, начинает лагать игра. Пригласили 7 гостей. Ну и больше нам никого, наверное, не нужно приглашать. И, конечно же, мы празднуем вечеринку в нашей резиденции. Окей. Так, все замечательно. Адам у нас переоделся. Так, и, в общем, ждем, когда придут наши гости. Так, у нас играет музыка. Давай. Я все хочу найти одну... Не знаю... Все хочу найти одну песню. Так. Нет, давай ты не будешь ничего готовить. Пожалуйста, Адам. Давайте откроем холодильник и поставим все, что тут есть. Давайте поставим вот это вот. Так, давайте поставим вот это. Так, это у нас... Это у нас качество великолепное. Адам, не нужно ничего готовить. Пожалуйста. Давайте... Так. Давайте позовем всех за стол. Пригласить за стол. И вот у нас пришли уже наши гости. Пришел Джошуа, пришла Ариана. Они у нас все, получается, в одежде для вечеринок. Блин, мне так нравится наряд Арианы, если честно. Ну, в общем, давайте позовем наших гостей за стол. Куда ты пошел? Боже. Что это такое было? Адам, скажи, пожалуйста. Так, что ты хочешь? Болтать с Джошуа. Ну, давай, болтай с Джошуа и заодно поешь салатик. Вот у нас пришли дамы. Пришла Ариана и Кайли. Господи, мне так жалко Кайли. Бедная пожилая наша бабуля. Вот, пришла у нас Ирма. Но, правда, девчонки наши спят. Ирма опять у нас пошла с Коти общаться. Опять она ему там что-то показывает. Пришел Ник. Делает что-то в телефоне в своем. Пришел Герц. По-моему, кстати... А, нет, Герцу я оставила этот наряд. Я же их тогда переодевала, всех наших Мартелесов. Так, и Виолетта. Ой, боже ж ты мой, Виолетта. И все плохо. У нее повышается досуг на работе. Но у нее очень ужасная гигиена. Так что сейчас, когда она придет, нужно будет ее отправить в пенную ванну. Герц у нас там общается со своей дочкой. Ой, подождите. Я хочу сделать, я хочу сделать скриншотик. Классный, классный скриншотик. Как дочь обнимает своего папу. Боже, это у нас, понимаете, это у нас сейчас Николь станет подростком. И Ирма тоже станет подростком. Наши девчонки уже станут подростками. Старшеньки. Так. Нет, Адам, пожалуйста, не убирай. Давай ты у нас будешь общаться с гостями. Похвастайся мускулами, Джошуа. Расскажи невероятную историю Нику. Спроси про еду. Спроси, как Кайли наша еда от нашей Виолетты. Так, тарелки мы отбираем. Вот, чем я люблю вечеринки? Это тем, что можно... Да, блин. Это тем, что можно вообще просто в легкую заработать на тарелочках. Так, Герц у нас пришел кушать. Хозяева общаются с гостями. Так, давай ты пообщаешься, конечно же, с Герцем. Герц это просто наш лучший друг семьи. Виолетта принесла домой 468. Конечно же, она не повысилась. Она отправляется принимать пенную ванну. Ник, слушайте, я не помню. Он у нас, что ли, вечное дитя или как? Что ты на коте-то... Боже, он сердитый. Теперь понятно, почему он так реагирует на коте. Просто потому, что он сердитый. Так, почему я не могу убрать тарелку? В общем, Адам, общайся с гостями. Спроси про еду. Так, целовать руку нам не надо. Обсуди интересы. Так, подними настроение. У нас уже почти исполнилась основная цель. Так, спроси про еду. В общем, опять у нас наш любитель вечеринок. Тут как бы пытается заработать серебро за вечеринку. Он у нас душа компании. Ему нужно общаться с другими симами. Так, значит... Значит, теперь нам нужно слушать музыку из стереосистемы. Давай ты, пожалуйста, послушай классическую музыку. Так, где твоя жена? Жена у нас принимает пенную ванну. Я не знаю, можно ли как-то слушать музыку вместе. Я даже не знаю. В общем, Адам, иди, пожалуйста, послушай музыку. Так, он хочет танцевать под музыку. Я думаю, тоже сейчас можно исполнить действия. Пошел своей походочкой такой вообще. Так, спят наши девчонки. Спят наши девчонки. Но девчонкам уже пора просыпаться. Отправляем их в туалет. Точнее, отправляем в туалет Николь. Так, давай ты тоже слушай классическую музыку. Николь у нас сейчас тоже пойдет послушать классическую музыку. И Виолетточка тоже пойдет послушать классическую музыку. Просто потому, что нам нужно исполнять задание вечеринки. Адам, куда ты, куда ты еду понес? Да что ж такое-то, а? Не на секунду нельзя этого Сима оставить. Блин, взял и все то, что мы могли заработать за нано-бак пошел. И так, стоп. Адам, пожалуйста, стой. И все унес, блин, в мойку. Так, пожалуйста, иди слушай музыку. Виолетта идет слушать музыку. И так, Иванесса, пожалуйста, тоже послушай музыку. Пусть у нас исполнится действие. Слушать музыку. Так, вот все, двое у нас уже слушают музыку. И, пожалуйста, слушайте, слушайте. Нет, ну что ж такое-то, блин? Что ж такое-то? Так, слушает музыку Николь, слушает музыку Ванесса и слушает музыку Адам. Все, должно у нас, по идее, сейчас исполниться. Что-то не исполняется, нифига. Блин, нам нужно серебро. Девчонки, пожалуйста. Пожалуйста, девчонки. Так, пожалуйста, слушать музыку. Так, сейчас, еще раз, значит, слушать музыку. И Адам тоже, значит. Вот Адам у нас умничка, Адам у нас слушает музыку. Виолетик пошла спать. Ну-ка. О, боже мой. Так, подождите, а кто у нас с кем флиртовал? Вы меня объясните, пожалуйста. Надеюсь, не Адам и не Виолетта. Слушайте, да вроде нет, никто у нас ни с кем не флиртовал. Ну ладно, слушайте, ну ладно. Блин, я так чувствую, сейчас у нас нифига не... Нифига не на серебро завершится вечеринка. Да что ж такое-то? А ну отдай. А ну отдай, сказала тарелку. Конечно же, у нас сейчас будет очень длинная серия. Но я все-таки надеюсь, что вечеринка у нас пройдет отлично. Значит, ладно. Давайте, не знаю, может, Виолетта у нас сейчас проснется и пофлиртует с Адамом. Николь у нас разговаривает с собой. Устроить бои воденными шариками она хочет. И она хочет смотреть на звезды с Адамом. Что-то еще у нас есть одна тарелка. Вот реально, видите, как здорово устраивать вечеринки. Так, у нас кто-то уже пофлиртовал. Один раз из пяти. Адам, ну куда ж ты пошел к своей дочке-то, боже мой? Кошмар какой-то, Адам. У меня слов с тебя нет просто. Короче, ладно, пожалуйста, иди слушай музыку. Так, пожалуйста, Ванесса. Иди вместе с тарелкой тоже послушай музыку. И Виолетта у нас тоже. Иди, пожалуйста, послушай музыку. Потом ты у нас отправишься спать. Так, ну основную цель мы уже выполнили. Все, короче, идут наши ребятки слушать музыку. Так, ну, подождите. Почему у нас только один персонаж слушает музыку? Так, ну вот, у нас слушает музыку, по идее, Ванесса, Виолетта и Адам. И почему у нас не исполняется? Блин, как так-то, а? Ну, блин. Опять у нас кто-то с кем-то флиртует. Подождите, Адам. Давайте тогда исполним действие флиртовать, раз уж на то пошло. Давай, не знаю, флиртовать. Давайте тогда романтику поделаем. Романтика заключить в объятия. И романтика быть соблазнительным. Не знаю, исполнить это у нас как флирт или нет. Я не знаю. Виолетта. Виолетта, не спи. Виолетта, не спи. Я, конечно, понимаю, что у вас там потребности, все дела. Но, пожалуйста, родные. О, господи, как это жарко-то сейчас было. Капец. Давай, страстный поцелуй еще один. Так, романтика. Флиртовать. Вот, смотрите, значит, исполнилось у нас тут действие. Давай еще пофлиртуй, пожалуйста. Все, замечательно, исполнилось действие. Так, пусть два персонажа будут в кокетливом настроении. Вот, короче, давайте делать Адаму и Виолетте действия из категории романтик. И пусть они у нас будут кокетливые. Ну, хотя, скорее всего, они у нас, блин... А, так, давай. Давай, не знаю. Не знаю, блин, у меня такое чувство, будто бы, не знаю, не исполнится у нас это действие. Торт у нас, к сожалению, уже не успевает приготовить наша Виолетта. Так, еда у нас уже испортилась, к сожалению. Ладно, давайте ее уберем. Блин, как же у нас быть с музыкой-то, я не знаю даже. Не знаю, давайте у нас все пойдут сюда. Николь у нас смущенная. Так, давай тоже иди сюда. И Адам у нас тоже иди сюда, пожалуйста. Виолетту мы отправляем спать. Давай, Адам, пожалуйста, слушай музыку. Ты тоже слушай музыку. И ты тоже слушай музыку. Боже, хоть бы у нас исполнилось это тупое действие. Я, блин, вообще не могу просто. Я просто не могу. Да ну что ж ты будешь делать-то. Ну все, короче, вечеринка у нас провальная. Вечеринка у нас на бронзу. И, к сожалению, мы не смогли, к сожалению, ее на серебро устроить. Так, пожалуйста, ты не чистюля. Не надо, пожалуйста, мыть тарелочки. Давайте это выкинем в нанобак. Что у нас делают наши симы? Наши симы тырят у нас книги. В общем-то так. Вот Ирмочка пошла играть на паутинке. И гости у нас уже расходятся. Да, к сожалению, вечериночка у нас пошла неудачно. И, к сожалению, у нас уже 40 минут серии. И, Адамс Веллет, ты у нас не отправ... Ребята. Ребят. Слушайте, а где наши растения? Товарищи, где наши растения? Скажите мне, пожалуйста. У нас же было тут куча растений. Морковь, морковь, морковь. Томатный куст. Слушайте, а куда делись наши растения? Блин. Блин. Что-то мне это не нравится. Неужели это... Неужели Герц спер? Слушайте, ребят, я просто в шоке. Но если это так, то... Это ужасно, скажу я вам. В общем-то, всю серию я точно буду заканчивать. Хоть что-то не ожидала я такого поворота с событий. Куда-то делись наши растения. И, к сожалению, новые мы сейчас высадить не сможем. Потому что клубника для клубники у нас не сезон. Блин, вот вы понимаете, я так старалась над этими растениями. А они взяли и куда-то пропали. Блин, Герц, только не говори, что это в твоих рук дело. Пожалуйста. Ты наш лучший друг. Я просто не верю, что ты на такое способен. Серьезно. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии под видео. И всем удачи, отличного настроения. И пока-пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!